Здравствуйте, Шаватов и Гутово. Хорошей недели. У нас 190-й урок помишли. Мы находимся в 21-й главе и достигли 25-го предложения, которое в моем переводе на русском звучит «Алочность ленивца убьет его, потому что руки отказывают работать. Весь день он алчит и алчит, а праведник дает и не жалеет». Честно говоря, по-моему, немножко набор слов по-русски получился, но я не виноват. Теперь прочитаем на иврите и попытаемся это как-то понять. Таавата цель темитену. Кимаануя дафла асот. Первое слово, которое он перевел, переводчик, как слово «алочность», это слово «таева», которое мы уже раз в 10, наверное, больше обсуждали. Суть этого слова – это когда человек жаждет получать удовольствие от материального мира, например, покушать или что-нибудь подобное. И вот человек, который в своей природе ленивый, а он жаждет получать удовольствие. У него происходит некоторое внутреннее противоречие. С одной стороны, хочется что-то сделать, чтобы получить удовольствие, с другой стороны – лень. И вот это вот противоречие его убьет, потому что отказываются его руки что-нибудь делать. Поскольку Мальбе объединяет этот пасук со следующим, я сразу читаю следующий пасук. Переводчик русского языка перевел весь день. Он перевел переводчик на русский язык. А теперь попытаемся перевести, что пишет Шлома Амеллах. «Каждый день у него есть Таева и Таева. Он жаждет что-то делать и жаждет, что-то получать. Но отца Адик, праведный человек, он даст и не станет ему от этого хуже, темнее». Пока мы просто перевели на русский язык с иврита. А теперь читаем Мальбе. Он объединил два пасука. Понятно, что они похожи. И он пишет «Таева тацельта митэнува коляйом таават таава». Таева, человека, который ленивый, она его прибьет, потому что все время у него есть только Таева и Таева. То есть вещь, которая для него не важна и не имеет такого значения не для него, а для какого-то человека. Человек ленится и не делает ее. И говорит, что «Не подумайте, что мне просто лень, у меня слабые руки, чтобы это делать, эту работу, а просто потому, что мне не хочется». Это нормальное понимание вещей. И вещи этого мира для него простые, несложные, ненужные. Он на них не обращает серьезного внимания, поскольку его это не интересует. Поэтому тут его лень, она даже в какой-то степени позитивна. Поэтому он не занимается каким-то трудом для того, чтобы достигнуть каких-то вещей, которые ему абсолютно не нужны или не очень сильно нужны. Но не так с человеком, который мы обсуждаем. Потому что на самом деле у него есть огромная Таева. И эта Таева больше, чем у другого человека, который не является отсланным, ленивым человеком. И это не подобно человеку, у которого что-то есть. Есть падбасало. Есть такое выражение на иврите, называется падбасало. Оно применяется очень ко многим лохическим понятиям. Человек, у которого что-то есть, у него уже нет такой страсти, такой жажды это получить. Если у него есть хлеб в корзине, то он меньше чувствует чувство голода. Потому что он всегда может подойти грубо к холодильнику, открыть и поесть. Поэтому если у человека хлеб в корзине грубо по-нашему есть всегда в холодильнике, то он не чувствует какой-то обеспокоенности по поводу того, что у него нечего кушать. Но в тот момент, когда он знает, что у него нету в холодильнике и не на что купить, то чувство голода, чувство желания покушать будет намного более острое. И это понятие падбасало, оно применяется очень ко многим вещам, связанных с галахой. Когда бывает, что на основании Исурова и Гетер можно или нельзя какие-то вещи отличаются для человека. Например, женатого и неженатого. Женатый человек – это тот, у которого есть хлеб в корзине, его есть под рукой. Жена находится всегда на месте. И ему разрешают какие-то вещи, которые не разрешают человек, который не женат. И то же самое здесь, что человек, которому очень хочется, у него нету падбасало, у него нету этого хлеба в корзине. Но у него нету возможности властвовать над своими руками и над разными инструментами своего тела, органами своего тела, которые делают то, что ему хочется. И они не хотят его послушать. Руки не хотят слушать своего хозяина. И не хотят, чтобы душа управлялась действиями человека. Поэтому этот человек, у него тайва есть, желание, стремление есть. Он достаточно сильное. Он знает, что у него нету этой вещи. И она приводит его к тому, что он просто помирает. Потому что руки, которые, в принципе, могут его спасти от смерти, посредством того, что они сделают какую-то работу, и он получит то, к чему он так стремился, руки отказываются это делать. И они как бы являются его врагами, отказывающими ему подчиниться. И он добавляет и говорит, что весь день такого человека проходит в тайве. У него постоянное стремление, постоянное желание чего-то достичь. И если бы он был зарис, то есть если бы он поторопился и быстро сделал ту работу, которая необходима для этого, то тайва бы кончилась. Это желание бы кончилось. Но у него происходит иначе. И получается, что только ночью он свободен для того, чтобы что-то сделать. И он хочет весь день и не делает ничего. И поэтому здесь рассказывается о швахе, о похвале праведнику. Поскольку я возвращаюсь к 26-му предложению. Весь день этот человек и табе. У него растет и растет его таба. А цадик он спокойно дает, и ему не становится от этого темнее. Он дает сдоку, вот этому вот ленивцу, ленивому человеку. И ему от этого не становится темно. То есть Ацлан, ленивый человек, к нему не относятся люди с милосердием. И даже когда он умирает с голоду, они не хотят ему помочь. Потому что говорят, что он может пойти и сделать какую-то простую работу. И получить то, что ему необходимо. И не помирать с голоду. А ему лень это делать. Лень, лень. Пусть немножечко потрудится. Но праведник, он относится с добротой, с рахом ему, с милосердием. Даже к этому человеку. Потому что он понимает, что на этого человека надо смотреть, как на больного человека. Который не может работать. То есть его лень делает его таким, что он не в состоянии сделать какие-то действия. И почему это происходит? Это из-за того, что его руки, они ленивы. И они не подчиняются телу. Поэтому он дает сдоку, и он жалеет вот этого вот лентяя. Так объясняет Мальбим эти два пасука. Гаунни-Вильна идет по похожему пути, естественно. Но немножечко здесь есть некоторые детали. Он говорит, Таева Цадик Ацлана, Таова ленивца, лентяя, это то, что он стремится к тому, чтобы разбогатеть, и мечтает об этом. Но это Таева, это то, что приведет его к смерти. Потому что Руги отказывается что-то делать. Поэтому у него нету того, что он хочет. И он к этому стремится. Он продолжает Лейтовод, продолжает его Таева рождать эти вот вещи. Продолжает Гаун и говорит, что весь день у него есть только Таева и Таева. То есть все дни его жизни он проводит в стремлении к получению каких-то вещей, которые ему кажутся нужными. И в другой герсе, в другой версии Гауна написано не все дни, а написано все 70 лет, которые у него есть. Он проводит в стремлении к получению того, что ему так хочется. И ничего не делает. Что происходит с садиком? Садик у него есть много. Что значит много? Садик это тот человек, который дает сдоку для другим людям. И несмотря на это, у него не уменьшается его имущество. Потому что у него всегда останется много. То есть здесь есть указание о том, что есть известная гемора, что есть митсва Маасер, имеется в виду Маасер Ксафим, отделение десяти на денег, про которое сказано, что тебе есть такая митсва. Отделяй Маасер для того, чтобы ты разбогател. Что праведнику обещано, что от того, что он будет отделять Маасрод, у него не уменьшится его имущество. Это то, о чем здесь сказано. Что лентя ему лень что-нибудь сделать, поэтому он находится в состоянии мечты что-то получить и так вот и живет с мечтой. Но заработать это он не в состоянии. Праведник это человек, который не ленится, соответственно, у него есть. И то, что у него есть, он готов поделиться с другими и от него не убудет из-за того, что он это сделает. Это первый пшат, пшат-апашут, который дает Гагро. Понятно, что он в общем почти совпадает с Мальбимом. Мальбим только добавляет одну накуду, одну деталь. Что праведник это тот человек, который дает ленивому, которому обычные люди не хотят давать, говоря, что ничего страшного, если он выйдет на работу. Если он немножко руки поднимет, короче говоря, одно место с дивана, то ничего с ним не произойдет. Садик понимает, что это человек, который больной, говорит Мальбимом, поэтому готов с ним тоже поделиться. Об этом Гаон не пишет. Теперь Гаон пишет второй свой комментарий и говорит, вы кенгу бы тойра. То, что мы говорили о богатстве и о деньгах, то же самое относится к понятию Тора. Что Ацаль, ленивый человек, он также жаждет, хочет, старается, пытается достигнуть какой-то грамотности Торы и мечтает о том, чтобы поучиться. И это Тайва, желание поучить Тору и получить от нее наслаждение, это то, что приведет его к тому, что он помрет от этого. Это его убьет. Убьет. Почему? Потому что он хочет и постоянно переживает по поводу понятия учить Тора, но не учится. Почему он не учится? Потому что его руки отказывают ему выполнять приказ Нефиша, приказ души, и учиться он не совсем учится. А любой человек, про которого сказано, что его хохма больше, чем его дела, этот человек, его хохма не останется. Что имеется в виду? Здесь есть Мишна в трактате Перкеаот, который говорит, что любой человек, мудрость которого больше, чем его действий, на что он подобен? Он подобен дереву, у которого много веток, а корни маленькие. Приходит ветер и сдувает его, и выкорчевывает из земли, и роняет на бок. Так вот, человек, который ацлан, который ленивый человек, даже если он учится, но ленивый в действиях, месвод, то получается, что он выучил больше, чем он делает. И этот человек подобен тому дереву, который легкий ветер срывает, вырывает с корнями из земли. Поэтому его занятие – это все время мечтать о том, чтобы он стал Талмит Хохамом, мудрецом Торы. А стать он не очень может, потому что ему нужны две вещи. Во-первых, учиться, во-вторых, делать какие-то действия. И то, и другое ему лень. Бывает, что лень что-то одно, бывает, что лень что-то два. Но в любом случае ему не удается достигнуть своего стремления, поэтому его Таова остается с ним Коль-Айом, все дни. Что такое Коль-Айом? Здесь Гаон не только в прошлой гирсе, которую я вам приводил, но в этой версии, в этой гирсе пишет, что день – это все 70 лет его жизни. Он стремится к тому, чтобы учиться, но не учится, и ничего не делает вообще. Но цадик, праведник, он дает, то есть он не только учится сам, но он преподает Тору другим людям. И от него поэтому не убывает от того, что он не только сам учится, но и дает другим. Что он не только дает другим, но сам продолжает учиться, то есть у него хватает силы и на то, и на другое. Ну и Акодыш Брагу дает ему какую-то помощь в изучении Торы. Тому человеку, который преподает Тору, он от этого не начинает учить меньше от того, что преподает Тору другим. Более того, в общем-то, заслуги от изучения Торы других людей, они переходят и к обучающему Тору тоже. Поэтому это то, что он не беднеет, об этом сказано. Вот. И таким образом Гаон просто сравнивает материальный мир с духовным и говорит, что как в материальном мире человек, который цадик, который не ленится делать сам, и более того, делится плодами своего труда с другими людьми, в том числе по мальбиму с тем, кто сам ленится делать, этот человек получает, как бы то, что он дает, от него не уходит. И Гаон объясняет то же самое в вопросе Торы. Человек, который не только сам учит Тора, он дает Тора другим, то у него не становится меньше Тора от того, что он с кем-то поделился. Вот. В общем, это общий махалах, который есть. Человек же, который ленивый, как в учебе, так и в обычном материальном мире, и человек, который все время говорит о том, как он будет учиться, мечтает о том, как он будет учиться, но сама учеба и само исполнение митцвод для него несколько трудная вещь из-за лени, то в этой ситуации он все время свое тратит на то, что он мечтает, и действий не производит, и, соответственно, он ничего не достигает. И даже если он достигает в изучении, но не в исполнении, то об этом сказано, что это дерево, которое легкий ветер может вырвать с корнем, и все закончится. Вот. Это перушь Гаона на эту Агаду. Теперь посмотрим следующий пасук. Пасук номер 28, который говорит... Секундочку. Я набрал. 27-й пасук, который говорит... Жертва нечестивых мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее. Здесь немножко такой лучший перевод, но эта фраза очень известная фраза на иврите, на Алашон Акодыш, фраза Шлома Амелаха, которую Гемора много раз приводит и цитирует для Пшата. Здесь же у нас Гаон Пшата совсем не касается, так что коснемся сами. Говорит Шлома Амелах. Жертва нечестивых, она является мерзостью. Аф, киба зима и вену. Тем более, если он приводит ее в зиме. Зима это такое вот состояние... Не знаю, как это сказать по-русски. Неприличное такое состояние, когда он приносит ее в откровенные лжи, что-то такое. Посмотрим, как Мальбим объясняет это. Что такое зима? Мальбим пишет, что это надо смотреть в Торат Каенем, который объясняет на Паршат Корчем, что это такое, что такое зима. То есть перевод этого слова он сейчас не дает. Зима, в принципе, оно соответствует слову знут, прелюбодеяние. Только прелюбодеяние относится к отношению между замужней женщиной и посторонним мужчинам. Здесь речь идет о том, что... Об отношении с Карбонот, жертвоприношением. Поэтому давайте посмотрим Перуш Мальбима. Мальбим говорит... Перуш не объяснение слов, а Перуш, который объяснение иньяна, о чем вообще идет речь. Мусара. Какой мусар мы отсюда учим? Он говорит, что Корбон, жертвоприношение, которое приводят нечестивцы, приносят нечестивцы, даже если они приносят его от чистого сердца. Тем не менее, все время, что они остаются нечестивцами, имеется в виду, что они не возвратились к Шеве по поводу своего расшаитства, по поводу своей авейры, которую они сделали. Этот зевах, эта жертва, называется таава мерзостью. Как о Евгамеллах, как враг царя, который приносит ему приношение, подарок, что является мерзостью в глазах царя. Так же человек, который приносит от чистого сердца, после того, как он ненавидит его, что это значит? Я ненавижу, но даю подарок. Тем более, если приносится в состояние, которое называется зима, то есть, что такое гедр зима, что такое определение слова зима? Говорит Мальбин, это ештакут макшова бе оми гиргорея вейра. Это когда мысли человека, они погрязли, углубились в глубину размышлений про авейру. То есть, когда человек приносит жертвоприношение, а думает об авейре. Вначале мы говорили, как объясняет Мальбин, что такое жертва, принесенная от чистого сердца, но сам человек раша. Теперь мы говорим, тем более, состояние, когда человек аварьян, и он думает про ту авейру, о которой идет речь, и приносит жертву Всевышнего. Что даже во время, когда он приносит корбан, он думает лазима по поводу лжи, то есть, его корбан лже-корбан. И он думает, как согрешить, но при этом приносит корбан. Что кроме того, что этот корбан не принимается от того, кто его принес, он не принимается еще и от самого приношения, которое является сутью приношения для зла. В общем, более или менее понятный Магалах, который делает Мальбин, поэтому слово зима я не придумал другого слова, как перевести, кроме как лже-кована, неправильная кавана, когда человек думает об авейре и при этом приносит корбан. Таким образом, подведем итог, как Мальбин объясняет этот пасук, что жертвоприношение, которое приносится за какую-то авейру, а человек не сделал шу, а стал сырошой, это жертвоприношение и засчитывается, даже если оно приносится от чистого сердца. Тем более, если оно приносится в состоянии того, что я хочу сейчас принести жертву, но Митковен, имея в виду, продолжать делать авейрот, а для чего я приношу жертву, чтобы вот так вот выглядеть получше, что-нибудь такое в глазах окружающих и спокойно жить так, как жил раньше. Теперь, для чего Гемора приводит этот пасук регулярно? Гемора задает вопрос, например, о том, что человек должен корбан за то, что он ел кровь, пил кровь, за то, что человек пьет определенную кровь, он должен принести жертвоприношение. Он, это я, в корбан, но не сделал шу за ту авейру, которую он сделал. Я сейчас не говорю про другие авейрот. За ту авейру, которую он сделал, за то, что он пил кровь, он шу не сделал, но хочет принести жертвоприношение, поскольку вот так вот принято, речь идет, жертвоприношение за Аверот приносится практически всегда, только за Аверу, которая сделана бы шогик, случайно. Аверу, которая сделана специально, обычно нету Корбана, за это положено либо наказание Корет, либо наказание еще какое-то, но более-менее общий клаль, что там, где за Аверу, за которую я бы мезет, специально сделанную, получая наказание Корет, или смертную каст с человеческим судом, там я получаю за случайно сделанную Аверу, когда я забыл про нее и что-то такое сделал, за это я получаю наказание, которое я должен принести Корбан Хатас, жертвоприношение Хатас. Есть несколько Аверот всего, за которые приносится Ашам, Ашам, который приносится за Аверу, сделанную бы мезет, таких Аверот очень немного. Например, когда человек сделал Аверу тем, что он жил с Шифха-Харуфа. Шифха-Харуфа – это рабыня-кананейка, которая была предназначена, по одному из мнений, предназначена рабу Эвет-Канани или Эвет-Эври, еврейскому рабу, и кто-то другой взял и жил с ней половой жизнью. За это специально, зная, что она предназначена, за это Тора предписывает жертвоприношение Ашам-Вадай, жертвоприношение, которое называется Ашам, и это чуть не единственный случай в Торе, когда есть жертвоприношение за Аверу, которое сделано специально. 90% больше жертвоприношений, которые были, это только за Шогик, и обычно это Корбенхатес, который приносится за то, что я сделал бы Шогик. То Аверу, который, если бы я сделал бы мезет специально, то был бы Хаяф либо Карет, либо смертную казнь. Например, нарушение Шабата, которое человек сделал случайно, не знал этой Галахи, не понял, что это относится именно к этому моменту, и сделал в этот момент Аверу, не зная, какое наказание, и что вообще она запрещена, и какое наказание за нее положено. За эту Аверу положен Корбенхатес, это стандартные карбоноты, о которых идет речь. Теперь, Гемора говорит о том, что какой человек должен принести эту жертву, тот человек, который хазар бы Шува, а сделал Шуву за ту Аверу, которую он сделал. Спрашивает Гемора, а может быть, он не сделал Шуву, и все равно должен принести Корбенхатес. Отвечает Гемора, что нет. Почему? Приносится Пасук. Зева, хорошо им, таова. Что жертвоприношение нечестивцев является мерзостью. Поэтому человек не может принести жертвоприношение до тех пор, пока он не хазар бы Шува, до тех пор, пока он не вернулся к Шуве, потому что это жертвоприношение ничего не даст, оно не засчитывается. Это Пшада Пашут Пасука. Теперь посмотрим, как Гаон Мивильна начинает его объяснять. Он здесь приводит пару интересных моментов. Один, может быть, такой важный момент. Он говорит, «Зевах, хорошо им, таова, зевах нечестивцев является мерзостью». Икоргакорбен, главная часть жертвоприношения, это то, что человек должен лишь бор разбить, разбить, сломать свою гаеву и свой рог, и свой дух, душу, которая вознеслась, низа, которая была поднята наверх. Это главная часть жертвоприношения, и он должен вернуться ко Всевышнему от того зла, которое он сделал. Гемора Сангетриан на Дафиме Мгима Ломутбейт пишет, что во время, когда существовал храм, человек приносил жертвоприношению ойла, например. Жертвоприношение ойла приносится за битуль митсу асе, когда человек не сделал какой-то заповеди асе, заповеди делай, которые он должен был сделать, но не нарушил Тору, не нарушил заповедь лоты асе, просто не выполнил заповедь асе, например, не прочитал Криадшма вовремя. В этом случае он должен принести корбан ойла, но человек, которого, значит, когда был Бейт Мигдаш, то он должен был принести корбан ойлу и тем самым сломать свое высокомерие и показать, что я опускаюсь на колени, я не знаю, как это сказать, перед Всевышним и готов принести ему жертву, что я преклоняюсь перед ним. Но человек, у которого да, то швела, человек, у которого весь его да, то он шафель, шафель очень низкий, он о себе не слишком высокого мнения, не ставит себя на какой-то высокий уровень, то ему засчитывается пасук, как будто бы он принес все жертвоприношения целиком. То есть человек, который сделал чугу и приносит корбан за ту аверу, которую он сделал, это очень позитивно ему искупляется та авера, которую он сделал. Человек, который просто сломал свой дух и опустил его до такого состояния, что он не выпендривается, его душа не выпендривается перед Всевышним, ему засчитывается за то, что он как бы принес все жертвоприношения целиком, как сказано, «Зивгей Элоким, руах нишбера», жертва Всевышнего разбивает руах. И не только это, но кроме этого, если человек, у которого высокая по себе, самооценка слишком высокая, то его тфила, его молитва, она не мессед, она является мерзкой перед Творцом, и Творец ее не принимает. Таким образом, вернемся к пасуку. Пасук говорит, что «Зевах Рашоем Тава», жертвоприношение нечестивцев, она является мерзостью, потому что главная часть Корбана – это то, что человек должен разбить свою гаеву и опустить свое самомнение, и возвратиться ко Всевышнему от того зла, который он делал. Но Рашоем, нечестивцы, «Эйна Шавим Лаашем», они не возвращаются ко Всевышнему от своей плохой дороги. И также из-за этого их Корбан является таовой, их Корбан является мерзостью, потому что одна из задач Корбана – это сломать человека и сделать так, чтобы человек сломал себя, свой отрицательный медот, и перестал о себе думать, как о чем-то таком очень высоком и так далее, то в той ситуации, когда человек не возвращается к Чуве, он остается Рашой, то это получается, что задача Корбана никак не выполнена. И он говорит, «Авки Базима Ивену», и это как то, что он приносит его с помощью лжи. Тем более, когда сам Корбан, он приносится Базима. Что это значит? Что он Гозель, например, Корбан, жертвоприношение, Мальвим объясняет, что это значит, что человек все время думает об Авере и приносит Корбан, зато Аверу, которую он сделал, продолжает думать про это Авере. Гаон объясняет, что он Корбан украденный или принесен с помощью каких-то других Аверот. То есть, существует что-то типа того, что называется Митсу Абаба Авера, Митсу, который приходит через преступление, когда человек приносит жертвоприношение, которое связано с каким-нибудь преступлением. Либо оно украденный, козел, которого он украл для того, чтобы принести в жертву, либо козел, с которыми сделаны какие-то другие Аверот. Например, этому козлу служили в качестве Авой Дезойры, кто-то ему служил как идолу, или с ослом произведен, с козлом, с козлицей произведен акт скотоложества, или бык, который забодал человека и убил его, и нету свидетелей, чтобы убить быка, но кто-то один знает, что это произошло. Все эти животные считаются запрещенными для жертвоприношениями, так же, как кразиное животное, потому что это называется митсва Абаба Авейра, митсва, которая делается через Авейру, и хефца Шеравейра, предмет, который сделан Авейра, не должен быть стать митсвой. Вот это вот, так Гаон объясняет слово зима, в отличие от Мальбима, который говорит о том, что речь идет о человеке, который думает во время приношения жертвы, думает про Аверот, это такого человека, Корбан Зима, по Гаону Корбан называется зима, в тот момент, когда человек использует вещи, которые сделаны через Авейру для службы Всевышнего, например, для жертвоприношения. Это называется зима, и то же самое происходит с тфилой, с молитвой, что это то, что заменяет сегодня жертвоприношение, и молитва становится бимком Корбан, вместо Корбана, что, когда мы говорим про тфилу нечестивцев, тфила, молитва нечестивцев, это тоже тава, и это является нечестивцем, является человек, который молится без того, чтобы склонить свою душу перед Всевышним, наклониться перед Творцом, и признать Творца как Творца, для того, чтобы как-то пояснить, я не приготовил гемора Бавакама, поэтому я ее просто приведу своими словами, есть гемора в трактате Бавакама в конце первого перика, я думаю, что я справлюсь, в конце первого перика есть гемора, которая говорит, что после смерти человека, я вижу, что мне дают гемора Бавакама, тогда я ее использую, спасибо, извиняюсь, сейчас, секундочку, здесь гемора занимается тем, что выясняет, какие животные, большая часть гемора Бавакама, большая часть гемора Бавакама занимается законами быка, который забодал, и бык, который забодал другого быка, или бык, который забодал человека, сколько он должен платить естественно не быка, а его хозяин кому платится и так далее и после этого выясняется что есть два вида быка, один вид быка это шорт там, бык который является там, там это тот, который раньше не бодался, обычный бык такой стандартный бык, тут что-то ему какая-то мысль в голову пришла, и он решил забодать может человек увидел, который ему не нравится решил его забодать, в этом случае он платит половину ущерба и есть бык, который называется шорму ад, который трижды бодался и мы знаем, что он бодучий, о нем ходили в Байзин и свидетельствовали перед его хозяином хозяин не принял надлежащих мер и этот бык забодал еще один раз, тогда он платит полный ущерб и к нему немножко другие законы относятся теперь Гемора начинает выяснять про остальных животных остальные животные мы учим по правилу беньянаф из быка, что не только бык, который забодал, имеет все законы которые я перечислил, но то же самое если забодал не бык, а коза петух и так далее, и так далее любое животное потом Гемора начинает выяснять про диких животных типа медведя или борделаса борделаса это на сегодняшний я так думаю, что это леопард что-то подобное, я честно говоря не очень точно знаю, потому что Гемора сама не очень точно знает, кто такой борделас но это какое-то дикое животное и начинает выяснять в современном языке я не уверен, что для Гемора это леопард сейчас мы увидим Гемора начинает выяснять если у меня есть мой домашний леопард и он немножечко там съел я не знаю, кого он может съесть курочку или человека кого ему понравилось Гемора задает и говорит, что он всегда с самого начала является муатом он предназначен для ущербов Гемора спрашивает Май борделас, а кто такой борделас? Говорит, Раби Игуда говорит что борделас это не фраза перевел Северита на какое-то слово которое же совсем никто не знает поэтому Гемора спрашивает что такое не фраза? отвечает Раф-Йосиф это апа замечательно спрашивает Гемора спрашивает в Мессиве а вот есть Мишна где говорит Раби Мейер говорит что Аф ГЦВ что Аф Апа это ЦВ это Гена Раби Элазарамар Аф Нахаш Аф это Нахаш это Змея говорит Раф-Йосиф ЦВО за Апа что Гиена ЦВО я не знаю если Гиена на современном языке это так это и есть Апа отвечает Геморло Кашья есть два вида ЦВО есть ЦВО за Харик ЦВО на Кива и они по-разному переводятся на вот язык Талмуда замечательно самка и самец Детанья теперь мне нужна именно эта Барайта пока все что шло мы просто не знаем этих слов но так все понятно более или менее а вот теперь начинается то что как говорили в известном анекдоте это как СОЛ и ФАСОЛ этого невозможно никак понять это можно только запомнить и Гемора говорит ЦВО она Захар мужского рода через семь лет после смерти она превращается в АТАЛЕФ на современном языке АТАЛЕФ это летущая мышь то есть гиена через семь лет после смерти превращается в летущую мышь замечательно летущая мышь через семь лет после смерти становится Арпадом Арпад через семь лет после смерти становится Кимашем Кимаш через семь лет после смерти становится ХОАХ ХОАХ через семь лет становится ШЭДом теперь главное для чего это все привел ШЭДЕРО ШАЛЯДАМ позвоночник человека через семь лет после смерти превращается в змею. И все это с позвоночником человека, только если он не кланялся в шманаэсере, в молитве модем. Для этого я это привел. Когда человек кланяется в молитве модем, он делает наклон. Я попытался показать, но я понял, что не все будут меня видеть. Он кланяется, и позвоночник человека должен согнуться так, чтобы все его позвонки нагнулись до такого состояния, он должен поклониться. Если он этого не делает, то через 7 лет после смерти его позвоночник превращается в змею. Змея это некий образ Ецар-горы, и нужно понять, что имеется в виду. Вначале, до того, как я буду объяснять, прочитаем Тосфас. Тосфас говорит... А, секундочку. Нету Тосфас. Тосфас был на другую тему, и я ошибся. Окей, нету Тосфас. Тосфас там, на следующую агоду, которая говорит о том, почему, за что именно Нахаш Хаяф. Теперь попытаемся понять, что означает человек, который не кланяется в модем, и почему он превращается в змею. Нахаш, понятно, что Нахаш, с которым мы сталкивались и познакомились достаточно близко в Торе, это Нахаш Акадмани, та первая змея, которая обращалась к Хаве и соблазнила Хаву и Адама кучать от дерева познания добра и зла. И этот Нахаш, это и есть Ецаргора, которая существует и работает в человеке. Работа этой Ецаргоры состоит в том, чтобы сказать, что вы похожи на Всевышнего. Я сейчас цитирую Нахаш Акадмани, первого змея, что если вы поедите от дерева познания добра и зла, то вы будете совсем похожи на Творца. Он сам ел от этого дерева и творил миры. Поэтому, если вы едите от этого дерева, вы тоже сможете творить миры. То есть, некое уравнивание, не дай Бог, между человеком и Всевышним, которое здесь описывается в истории с Нахашем и Хавой. Теперь, человек, который не кланяется в моде, он превращается, его позвоночник превращается в Нахаша. Понятно, что позвоночник – это орган человеческого тела, который, он и осуществляет понятие наклон, поклониться, склониться. Мы знаем, что в Шаманесе у нас есть четыре поклона. Почему поклон в моде вынесен за скобки и сделан как-то не внутри всего множества поклонов, которые есть? Из четырех три отдельно и этот один отдельно. Почему этот один вынесен за скобками? Что такое моде? Модима нахнулах шиатагу. В Сидуре написано, Сидуре я тоже не взял, но тут мне точно не понадобится. Модима Тебя, Всевышний, шиатагу хаше мала кейна вала кей ватейна за то, что Ты наш Бог и Бог наших отцов. Мы благодарим Тебя за то, что Ты наш Бог. Слово гадаа, слово модим, переводится на русский двумя словами. Лагадот благодарить и лагадот признавать. Моде это признание и автоматическая благодарность. Если я признаю Всевышнего как Бога, как то, что меня создало и то, что выше меня и то, что управляет всеми мирами и т.д. и т.п., то автоматически я благодарю Всевышнего за то, что все это произошло. Поэтому благодарность связана с признанием, согласием и так далее. Я соглашаюсь с тем, что Ты наш Всевышний. Человек, который соглашается и кланяется в моде, то есть он наклоняется и склоняется перед Всевышний и показывает, что Ты, Гошем, а Я, вот так вот случилось, то этот человек, его позвоночник не будет превращаться в змею. Тот человек, который, соглашаясь с тем, что Всевышний это Творец, не кланяется перед Всевышним, не может склонить себя немножечко позвоночник, таким образом его позвоночник превращается в то, что делал Нахаша Гадмани, в том, что делала змея, когда говорила с Кавой, говоря, что Вы практически равны Всевышнему, да, Он Всевышний, Он сотворил миры, но просто потому, что Он поел от этого дерева. Вы почти то же самое. Человек, который отказывается признать Творца, он превращается в Нахаша. Это говорит Гемора Бавакама, и я не знаю, имеется ли здесь в виду физическое превращение позвоночника в Нахаша, или речь идет о том, что Шева, цифра 7, всегда означает 7 дней недели, 7 тысячелетий, которые существуют в мире и так далее. Человек, который во время существования мира за все 7 тысячелетий не выполнил вот эту часть своей авоиды, эту часть того, что он кланяется Творцу, он преклоняется перед Всевышним, он готов принять и понять, что Гошем это Гошем, а я это вот то, что мы уже говорили, то этот человек выполнил свою функцию. Человек, который отказывается это выполнить, то он выполняет функцию Нахаша, он превращается в Яцаргору, и это функция его позвоночника. Поэтому я не знаю, имеется ли здесь в виду физическое понимание этой Агады, или здесь надо понять это в несколько алегорическом смысле более глубоко. Так вот, теперь возвращаемся к комментарию Гагро на наш посуд. Он говорит, что любой человек, который приносит жертвоприношение, оставаясь в своем состоянии расшаидства, нечестивца, без чувы, он не признается, он не преклоняется перед Творцом, поэтому его жертва это Таева. Тем более, если она приносится в состоянии зимы. Что такое зима? Это не время года, это немножко другое. Это когда Корбан, он взят из какого-то непригодного для Корбана материала, то есть Гезель или какая-то другая Вейра, о которой мы говорим, и то же самое происходит с молитвой, которая является заменой жертвоприношения. Что Твиларо Шоем, молитва, которую человек молится, не делает шувы, это Таова, это мерзость перед Всевышним, и тем более, если он не кланяется перед Творцом, не склоняет себя перед Всевышним, и это то, о чем мы говорим, что в этом случае он не кланяется в моде, и его позвоночник превращается в змею. Тем более, когда во время, когда он молится, он думает о каких-то совершенно посторонних вещах, и у него в голове пнеет всякое направление, он направляется для того, чтобы возвысить свою гайву и возвыситься над другими людьми, то подобные человеки, вот Фила, безусловно, является мерзостью перед Творцом. Сейчас, секундочку. Тут комментарии на Гаона, примечания, приводят кусочек из книжки Тиконе и Зохар, в Маргалиот, где написано, что не принимается, она вся на арамейском, я пытаюсь сразу переводить, но она на таком арамейском-арамейском, не таламудическом, не принимается молитва, в которой есть мум. Так же, как животное, нельзя принести в жертву, если в животном есть мум. Что такое мум? Изъян, который делает животное непригодным. Так же, молитва, в которой есть изъян, она не подходит для молитвы. Что такое изъян, который есть в молитве? Это молитва, в которой есть посторонние мысли Которые мивальбелим дат Которые, как сказать, ливальбель Запутывают, сбивают с толку Ну, сбивают с толку, нет, я хочу дословно Которые запутывают дат в человеку У человека есть понятие дат, знание, хибур, соединение Мы много раз говорили, что слово дат переводится как слово хибур Соединение И вот бывают мысли, которые разрушают этот хибур Запутывают его Делают так, что этот хибур не возникает Такая молитва Что делать в каком случае? Надо делать так, чтобы этих мыслей не было Хорошо, сейчас обсудим Короче говоря, когда у человека есть мысли посторонние То эта молитва не является молитвой Поскольку меня спросили этот вопрос То я не был готов Почему-то к этому не взял с собой Мишна Брура Поэтому давайте попытаемся своими словами Изложить, нет, это будет слишком долго Если я дам урок по Мишне Бруре, то мы не успеем Значит, лэгалоха Паским, что в Шманаэсре задерживает только одна кавана Кавана первой брахи Если первая браха сказана без кавоны, то молитва не засчитывается Остальные брахоты, если они сказаны без каваны То это более или менее проходит Я не говорю, что так надо молиться Эта молитва может быть не принята, но перемаливаться не надо Есть Раби Йоханнон в Гемории, который говорит Что давай мы дадим Поблагодарим нашу спину, наш позвоночник За то, что он автоматически наклоняется Когда мы доходим до слов Мадима Нахну Благодарим мы тебя и думаем на совершенно постороннюю тему Если эти проблемы были у Раби Йоханнона То понятно, что у нас тоже могут оказаться такие проблемы Особенно человек, который молится уже долго, много лет Молится, знает молитву наизусть То он может отвлечься и думать на посторонние темы О том, что надо купить в магазине сегодня на Шаббат И так далее Вдруг обратить внимание на то, что он где-то в середине похода по рынку Покупая помидоры на Шаббат Вдруг ему кто-то бьет в грудь А оказывается, что это он говорит Хла-хла на вину, извини нас Всевышний и так далее И автоматом бьет себя в грудь Такая ситуация вполне возможна Я не говорю, что она хорошая, она очень плохая Но перемаливаться в этой ситуации не надо Шульхонорух посакла алоха Что мы должны перемаливаться только, если без Каваны сказано первое браха Шманаэсера Рамо халек на этого Шульхоноруха и говорит, что даже в этом случае перемаливаться не надо Потому что, скорее всего, второй раз тоже скажу без Каваны Поэтому зачем два раза говоришь Шманаэсеру без Каваны? Достаточно один раз без Каваны сказать Если вы думаете, что все плохо, все гораздо хуже, говорит Рамо Но при этом это не означает, что надо успокоиться и не пытаться молиться с Каваной Существует минимальная Кавана, которая необходима в Твиле Я должен понимать, что я стою перед Всевышним Первое И должен понимать смысл слов, которые я произношу Может быть, не обязательно знать дословно Но понимать смысл слов, которые я произношу И это хотя бы в первой брахе совершенно необходимо Первую браху сосредоточенно прочитать возможно Честно говоря, все Шманаэсера тоже возможно Может быть, не каждый раз, но бывали случаи, когда я это делал Вот, это возможно сделать Проверено И Равиохан, который сказал, что давай мы поблагодарим Всевышнего за то, что мы автоматом кланяемся в моде Он тоже не имел в виду, что это происходит постоянно Но такое может случиться И какие-то посторонние мысли могут возникнуть Здесь речь идет не просто о посторонних мыслях Когда Шломамелых говорит, что тфила не будет принята, как объясняет Гаон Здесь речь идет о, ну, совсем посторонних мыслях Мысли, которые анти-мысли, которые анти-тфила Когда человек, стоя во время Шманаэсера Начинает отвлекаться на тему, противоречащие понятия тфилы Что это за мысли, которые противоречат понятия тфилы Мы говорили, о чем должен думать человек во время, когда он говорит Мадима нахнулах и кланится Он должен признавать Всевышнего Как творца, как управляющего и так далее И сделать так, что я это ноль, меня нету Я являюсь кли, инструмент службы Всевышнему Это поклон, модим, который делает так, что Позвоночник человека не превратится в змею Но в случае, если человек, говоря модем и наклонившись Думает в это время, как бы мне сделать так, чтобы все увидели, какой я талантливый, гениальный, богатый И т.д. и т.п. То об этих мыслях сказано, что это зима Остальные мысли, это значит, это Корбан Рашоим Это я продолжаю быть нечестивцем, я не признаю, я не думаю о творце так, как надо думать во время молитвы Но когда я думаю про анти того, что я молюсь То об этом сказано, что это зима Что делать в этой ситуации? Делать так, чтобы этих мыслей не было Каким образом это надо делать? Что я могу ответить на этот вопрос? Научиться сосредотачиваться 10 минут 2 раза в день на время молитвы Это, в принципе, вещь, которая реальная Хотя, конечно, если взять мысли какого-то человека Боюсь, что любого Я только про себя могу сказать, про остальных я не проверял Но если взять мысли человека в течение двух минут Которые проносятся у него в голове И их напечатать на листочке и дать прочитать То думаю, что любой психиатр поставит диагноз однозначный Это плохо обстоит дело Но это не означает, что мы не должны пытаться Внутри всех своих мыслей Хотя бы понимать идею того, что мы должны Перед Всевышним Не левальбель своим их шавот Не перемешивать свои мысли во время молитвы Какой-то иштадлус должен быть сделан Дальше от каждого по способности Окей, это было 27-е предложение Которое мы прочитали с помощью Мальбима и Гаона И теперь перейдем дальше Предложение следующее, 28 Лжесвидетель погибнет Но человек, слышавший, будет говорить всегда Попытаемся это на иврите сказать В принципе, перевод почти дословный Только я не знаю, как перевести слово «гзавим» Потому что это, да, ложь Но есть два типа лжи, о которых мы сейчас должны поговорить Но свидетель, который лжет Он исчезнет, он пропадет Человек же, слышавший Он будет говорить постоянно, вечно Объясняет Мальбим Только мне надо найти Мальбим Минутку Я думаю, что надо еще одно предложение прочитать Чтобы читать вместе два предложения Следующий пасук говорит Человек нечестивый и дерзок лицом своим Но благочестивый и понимает путь свой Шлома Мелла говорит, что ГС, ГС Иш Раша Наглый человек, который Раша нечестивец Бифанав перед своим лицом В Ешаргу, а человек, который прямой Ехин Дарко Он приготовит свой путь Мальбим объединил эти два пасука Поэтому я тоже объединил И говорит так Свидетель, который, лжесвидетель Который говорит ложь, он исчезнет А дерзкий человек Он Раша перед ним Уже сказано несколько раз Что такое Ефиах Что человек, который Ефиах Завим Лои Малет Человек, который произносит ложь Он не спасется Не убежит от этого Или Ефиах Завим Яавет Тот, который будет произносить ложь Он исчезнет Веперашну бы коль маком Говорит Мальбим Каждый раз, когда это было сказано Я объяснял Что это все идет Лфи и Ньяно Не каждый раз одинаково А каждый раз в соответствии с тем О чем говорится в пасуке То есть здесь Ефиах Завим Это нельзя перевести Однозначно во всех местах Мишли Это зависит от того О чем идет здесь речь Здесь говорится Про поводу Кабала, Мусура, Мидор, Вадор Ад Рош, Эвен и Сроэль Про ту Кабалу Ту традицию Которая передавалась Из поколения в поколение До Рош, Эвен и Сроэль До изначального камня Краеугольного камня народа Израиля Речь идет о Митцвод, Вере и Деод И пониманию Деод Соединения с Творцом Что если будет свидетельствовать По правильным вещам Которые были приняты И он услышал их И принял их Бакабола По традиции Мирош Хадрей Кодом Он принял это Мирош Гарарей Кодом Изначально от того, что было Там, где было сказано С самого начала То эти слова будут существовать постоянно Грубо говоря Те слова, которые были переданы Маше и Яшуа И были переданы дальше Эти слова Человек, который их слышал Может произносить И будет произносить И они постоянно будут осуществляться И иногда Свидетельствует человек То, что он не слышал В Торе Такое может произойти И не дай Бог Что человек не слышал Этой вещи Торы Ему показалось это правильным И он так объясняет Или человек Вывел это Каким-то образом Но этот вывод Не использовал Те принципы Которые даны Маше на Синае И он хочет Это Передать Как Каболу Которая была Дана ему Это называется Кабола Козевит Это называется Лжепередача Лжепринятие Торы Это может быть Как с Митцвод Так с Имуной С вопросами Связанной с верой И так с Деод С какими-то Галахот Деод Которые связаны С пониманием Того Что такое Творец И во что Именно мы верим Об этом сказано Что человек Который Эдгзавим Лжесвидетель Этих вещей Он и обет Он потеряется Потому что Гашгахад Гашем Влияние Всевышнего Оно находится Таким образом Что Эмет Истинно Будет всегда существовать Ашекер Лож Киашан Ихале Она как Дым Развеется Но человек Который Действительно Слышал И говорит Про то Что он услышал Мипишамуа От передачи От Маше То эта вещь Будет повторяться И говориться Ленецах Навсегда И будет Иткаем Будет существовать Это Кабола Адеат Навсегда А иногда Происходит так Что человек Дерзкий Раша Он начинает Легахиш Кабола Он начинает Спорить С той традицией Которая была Дана Маширабейна На горе Синай И мы с вами Таких людей Видели не один раз Которые начинают Отрицать Основы И не обязательно Основы Достаточно Отрицать Что-то Какую-то Вроде бы Как мелочь Которая была Дана Маширабейна Синай И так Стоят И отрицают Эти вещи Из поколения В поколение Которые хотят Нарушить нашу традицию Отрицать ту кабалу То принятие Которое было После того Как они сами Не могут этого понять А понять это Действительно невозможно Они правы Это можно понять Только когда мы Получили по традиции От наших праотцев Однако Человек Который Ешар Прямой человек Который старается Понять То что происходит Он Евиндарко Он поймет Свой правильный путь Что объясняется Что человек Ешар Этот человек Который По своей природе Является прямым человеком И здесь сказано Про Дерих Бина С точки зрения Разума С точки зрения Понимания Что он понимает Одну вещь С другой Из-за своего Разума Который является Сэйхэль ешар Разум прямой И также Его медот Тоже является Его качество Тоже является прямым И он понимает Со стороны Своего кругозора Широкого Мировоззрения И может выбрать И понять Что такое Дерих Гэймэ Что такое Дорога истины И он может Леохрия Может установить Постановить И пойти Против тех Которые Махишим Спорят Со всей своей силой С путем Который говорит Машир Абейну И этот человек Может справиться С ним Поскольку Это человек Который называется Ешар Смотрим Гаона Он разбивает Эти два предложения Но попытаемся Не знаю Могу ли я успеть Их пройти Он говорит Лжесвидетель Он пропадет Как я уже Объяснял Раньше Говорит он Что человек Который изменяет И объясняет Измененным способом Он пропадет И исчезнет Все что он учил Как сказано Цадик Лотоцилену Что праведность Праведника Не может его спасти Гаун ссылается На свое объяснение В девятнадцатой Главе Где он говорит Сейчас момент Где он говорит Такую вещь Там есть Пасук Эт шекарим Лои наке Ваефе Акзавим Лои малет Человек Который свидетельствует Шекером Ложью Он не очистится И человек Который Выдувает Из себя Казав Тоже ложь Он не сможет Убежать Гаун Объясняет Что идет речь Что есть разница Между Шекером И Казавом Это разница Что шекер И то и другое На русском Берется как ложь Шекер Это во время Когда человек Говорит Что он что-то сделает Он не думает Что это делать Казав Это изначально Человек Планирует Сделать то О чем он говорит Но после этого Прекращает эти планы И также В Торе Есть оба Этих качества Так как мы говорим В молитву Цитаты из молитвы Ла маан Ло нига Ла рейк Ва ла То есть Шекер Это та вещь Когда человек Учит И не выполняет Он не хочет Выполнять То что он выучит Это называется Лже Учение Торы И это во время Когда он изучает Торы Он думает Заполнить Какие-то Качества Свои Этой Торы Так чтобы К нему хорошо Относились Или для того Чтобы Ликантер Чтобы обвинять И показывать Неверность Торы Это человек Который Учит Бешекер Человек Который Учит Беказав Это тоже Лже Учение Но Это человек Который Учит Для того Чтобы Исполнить Но Через короткое Время Он прекращает Это делать И Все Уходит От всего От Торы От Митцвод И это то Что сказано Лонегала Рейх Чтобы мы не коснулись Вот этой пустоты О которой идет речь Это Шекер Это Рейх Что во время Когда мы Дотрагиваемся Его изучение Торы Его труд В Торе Он пустой труд Во время изучения Он был изначально Пустой И в нем Нету ничего Поскольку Он не планировал Исполнять То что он учит Но человек Который Учит Для того Чтобы Заполнить Себя И имеется ввиду Несмотря на то Что он делает Хорошие вещи Но он спешит В них И в результате Отказывается От исполнения Торы И это человек Который Сказано Шанава Париж Человек Который Учил И отдалился От Торы Отделился От нее Это называется Эд Шекарим А человек Который Изначально Планировал Для зла Это Эд Шекарим А человек Который Хочет Выдувать Шекер Из себя Это человек Который Учился Но прекратил Учиться И соблюдать И он Не спасется Когда к нему Придет какое-то Зло И его Праведность Которая была Изначально Не может его Спасти Поэтому Гаон Я возвращаюсь К нашему Пасуку Гаон Здесь Говорит Человек Который Является Лжесвидетелем На уровне Казав То есть Который Планировал Все делать Но отказался От этого В результате Это человек Который Шенева Париж Он учился И отказался От учебы Он пропадет И пропадет Все что он Выучил И праведность Которая у него Была Не сможет Ему помочь Но человек Который Слышит Мусар И Тахаху Который Слышит Упреки Этот человек Будет Говорить Навсегда То есть Он будет Преподавать И говорить Слова Торы Чтобы они Были услышаны Тот Который Слышал И принял Тахаху И Мусар Когда его Упрекнули В награду За то Что он Делает шуву И услышит Слова Торы Ему Обещается Что его Слова будут Существовать Ланецах То есть Тора Которые он учил Будет существовать Вечно И он будет Управлять Остальными людьми Не знаю Думаю Что следующий Пасук Не имеет смысла Сейчас разбирать Я торопился Но это мы Смажем Поэтому Мы остановимся На 29 Пасуке Его мы Разберем В следующий раз А сейчас Пурим Саме Хорошего Пурима И До встречи